доброе утро это благословение быть с вами еще раз давайте помолимся аминь и как мы делали каждый день и в предыдущий день я хочу просто дать им 60 секунд чтобы молча молиться в своих сердцах а затем когда услышите мой голос и закончу своей молитвой отец небесный мы с вами снова верим что благословенный твоим именем мы благодарим тебя за то что ты подарил нам жизнь мы молимся чтобы твое присутствие было здесь нами заметным образом иоанна 16 13 дух святой наставит вас на всякую истину это дух истины которого мы ищем чтобы вести нас по пути праведности открыть наши глаза чтобы увидеть иисуса и помоги нам решить наших сердцах что мы должны верой сделать наше призвание избрание твердым во имя иисуса мы молимся аминь совсем недавно я увидел кое-что интригующее в новостях и это напомнило мне кое-что я не знаю следят не те кто из вас за текущими событиями я знаю что у вас здесь происходит много вещей которые могут удержать вас от этого но только недавно в новостях стало известно что китай заключил какой-то пакт о безопасности соломоновыми островами и это действительно разозлило австралийское правительство потому что соломоновые острова находятся очень близко вдоль границ австралии если китай разместит какую-то военную базу на соломоновых островах австралия воспринят это как прямую угрозу своему суверенитету они сказали это красная линия на самом деле в австралии говорили что народ австралии должен готовиться к войне и когда я видел эту новость она напомнила мне о том что произошло всего несколько лет назад моя семья и я были на соломоновых островах я проводил несколько евангалиционных собраний очень сельской деревне хижине и я помню в конце этих собраний которые я проводил там мне кажется это был субботний вечер вечером братья устроили нам небольшие проводы и был джентльмен который вошел и он подошел ко мне и спросил меня не хотел бы я поехать с ним потому что у него есть человек который хотел бы чтобы я навестил и поговорил с ним я сказал да конечно я готов сделать это но я должен дать знать моей жене что я поеду с вами и тогда мы сможем поехать я сказал своей жене денис затем я сказал джентльмену хорошо я готова поехали мы прыгнули в джип и поехали вниз это было в районе джунглей началась дорога это была грунтовая дорога грунтовые дороги очень темно очевидно нет света и когда мы ехали по дороге я немного говорил я думал что говорил достаточно громко я говорил сквозь рев двигателя я сказал ему и так кого мы собираемся увидеть но никогда не отвечал мне мы просто продолжали ехать по дороге я подумал про себя возможно я говорил недостаточно громко поэтому на этот раз я повышу немного голос я продолжал несколько минут и потом сказал кого мы едем увидеть но он так и не отвечал не сейчас я знал надо подождать секунду я знаю что на этот раз я говорил громко я продолжал еще немного еще рассказал кого мы собираемся увидеть но брат так и не ответил мне в этот момент я оцениваю свое окружение я в джунглях темно я не знаю человека за рулем я нахожусь чужой стране и теперь я начинаю говорить о господи если мое время пришло просто будь со мной минут через десять джентльмен начинает отвечать на мой вопрос он говорит что мы собираемся увидеть пример министра очевидно это человек вырос пример министром они были друзьями детства он сказал хотел бы чтобы вы пошли и сели с пример министром я хотел бы чтобы поговорили с ними помолились с ним мы приехали немного дальше мы приехали премьер-министру видно было что премьер-министр знал этого человека потому что в рот стояли солдаты когда они посмотрели в окно и увидели его не сразу открыли ему ворота мы въехали он припарковал машину и сказал подожди здесь я вернусь за тобой я хочу сказать что это было примерно около 9 часов вечера в то время я ждал машине было 9 часов затем 10 часов затем 11 часов ночи я сидел в машине и ждал когда джентльмен вернется за мной в тот момент мне было интересно что происходит я понятия не имел что собираюсь совершить это путешествие я понятия не имел что у меня будет возможность иметь это взаимодействие а теперь я сижу в машине уже три часа сейчас полночь и мне интересно что происходит и я начал молиться вы бы начали молиться моя болитва была такой я сказал господи я не знаю почему я здесь я даже не ожидал что буду здесь я сказал отец если ты не собираешься использовать меня если они должен быть здесь если ты не собираешься складывать свои слова мои уста тогда пожалуйста не пускай меня туда я не хочу вводить в заблуждение неправильно представить тебя там несколько господи если ты хочешь использовать меня если ты можешь использовать меня если ты вложишь свои слова умае уста, тогда открой дверь, и я пойду вперед. Примерно через несколько минут джентльмен вышел. Он сказал, хорошо, теперь вы можете войти. Был какой-то скандал в правительстве премьер-министра. И за те часы, что я там сидела, очевидно, в тех стенах происходила какая-то полемика. И было очень ясно видно, что споры продолжаются, и люди недовольны друг другом, когда я вхожу в здание. Потому что, когда вы заходите в дверь и видите фотографии, изображения премьер-министра с главой ООН и президентом США, а потом захожу я туда и вижу их, они все расстроены, как будто, когда я вошел туда, я как будто заболел чумой, потому что люди просто повернулись лицом к стене от меня. Как будто не хотели смотреть на меня. Тот джентльмен, который привел меня туда, он представил меня, сказал, это Кристофер Хадсон, он евангелист из Америки, я привез ее сюда, чтобы просто он мог сказать несколько коротких слов нам, а затем он помолится с нами. Итак, я помолился, но когда я молился, я молился в своем сердце, чтобы Господь научил меня, что делать. Научи меня, что говорить. Когда я закончил молиться, прежде чем я открыл рот, Господь положил в мое сердце, чтобы поделиться с ними тем, что я поделился с вами вчера. Седьмая глава Откровения, начиная с первого стиха. Мы говорили о том, как четыре ангела сдерживали четыре ветра раздора, и как всеобщий кризис готовится поглотить планету Земля. И это очень скоро. С того времени, когда я разговаривала с ним, ему придется принять несколько очень важных решений для людей своего народа. И на то время, пока этот Бог поставил его, потому что Бог ставит царей, и он не излагает их, этот Бог призовет его к ответу за решения, которые он примет для руководства своим народом. Я молился, чтобы Господь благословил его мудростью, чтобы он был руководим мудростью, и Бог ввел его в праведности. Я верю, что сегодня лидеры наших стран нуждаются в такой молитве. Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии, и мы собираемся читать притчи. На самом деле, книга Экклезиаста. Давайте откроем книгу Экклезиаста, 3 глава, и начнем с 16 стиха. Экклезиаста, 3 глава, и посмотрим на стих 16. Там говорится. Очевидно, проповедник праведности Соломон, когда он говорит о наблюдении за вещами под солнцем, он говорит о вещах, происходящих здесь, на поверхности планеты Земля. И он говорит, он наблюдал место суда, место, где будут совершаться суды. Он говорит о залах гражданских судов своего времени. Он смотрел на тех, кто отвечал за управление гражданскими делами народа в его дни, и он увидел на месте суда. Что он там увидел? Он не видел честности. Он не видел великодушия. Он не видел морали. Он видел порог. Нечестие. А затем он перевел в свое внимание с залах гражданского суда на место, центр, где он, несомненно, он увидел бы праведность. Он увидел бы честность. Он увидит благородство и великодушие. Он увидел бы праведность, как я говорил ранее. Но вместо того, чтобы увидеть там праведность, Библия говорит, что он увидел там что? Беззаконие. Друзья, что такое праведность? Ну, уже давайте. Мы должны знать это. Подумайте. В Псалме 118, стих 172, в Библии говорится, что мой язык будет говорить о твоем слове, потому что все твои заповеди праведны. Божьи заповеди являются его универсальным стандартом правильного поведения. И каким людям он заповедовал свои заповеди? Ну, уже секундочку. В каком учреждении он передал свои заповеди? Церкви. Нам сказано в Откровении 12.17, что в мире есть остаток. Остаток на этой земле, по крайней мере, в это время, должен быть теми, кто соблюдает заповеди Божьи, имеют святительство Иисуса Христа. Мы должны быть местом, где возвышается Божья праведность. Мы должны быть тем светом для земли. Но вместо того, чтобы увидеть праведность, Библия говорит, что он видел беззаконие. И что печально, то, что наблюдал Соломон в свое время, мы можем наблюдать и в наши дни. Мы можем видеть коррупцию в гражданских правительствах наших дней. Мы также можем видеть коррупцию, к сожалению, в границах церкви. Но мне нравится, как Соломон реагирует на вещи, которые он наблюдает. Посмотрите на стих 17, там написано, «Сказал он в сердце своем». Но я сказал в сердце своем, я сказал в сердце моем, праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи, и суд над всяким делом. Соломон смотрел на происходящее в мире, в залах гражданского суда, в церкви. Он не позволял себе быть настолько бескуражным или поглощенным тем, что люди делали или не делали. Он не позволял себе жаловаться на то, что люди делают или не делают. Он сказал, «Вы знаете, люди ошибаются, но Бог непогрешим». Независимо от того, правят люди в правительстве или люди занимают руководящие должности в церкви, люди могут ошибаться. Но он говорит, «Непогрешим только Бог». Он рассует обоих. Праведное и нечестиво будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом. Последнее слово будет за Богом. Друзья, мы все знакомы в Откровении, глава 14, начиная с 6 стиха. Вы все это очень хорошо знаете. «И увидел другого ангела, летящего посредине неба, который имеет вечный Евангелий, чтобы волговестствовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И он говорит Глороху Миколасу, «Бойтесь Бога, и воздайте Ему слабу, и наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море и источники вод. Ибо час суда Его не наступает, Он наступил». Священные Писания ясно говорят в 1-м послании Петра, 4-я глава, стихи 17, «Ибо время начаться суду с Дома Божьего». Если же пресс нас начнется, то как в конец не покоряемся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Вы знаете, язык там не очень благослонен Церкви Божьей. Там сказано, если праведник едва спасается, если вы посмотрите на язык оригинала, там в основном говорится, что мы почти не спасены, это почти как невыполнимая миссия. Речь идет о ладикии. Вряд ли, почти. Друзья, время суда рядом с нами. И, к сожалению, многие из нас поступают так, как будто мы не знаем времени. Посмотрите на это в Библии вместе со мной. Иеремия, глава 8. Иеремия, глава 8. Посмотрите со мной 7 стих. Иеремия, глава 8, стих 7. Это интересное местописание. Иеремия, глава 8, стих 7 говорит нам «Айс в небесах, к северу отназначенного времени, и черепаха, и журавль, и ласточка наблюдают время своего прихода, но народ мой не знает суда Господня». Разве это неинтересно? Вы видите это в своих Библиях? Эти животные. Эти животные. Если дикие животные, которые подвластны движению, подвластны инстинкту, когда они видят смену времен года, может быть, просто начинают холодать, они говорят «Ладно, ладно, ладно, нам пора в спячку, или нам пора лететь в теплые края». Они понимают, что когда будет смена времен года, если они не спрячутся, если они не скроются, то это будет в ущерб их существованию. Если они не скроются, это будет означать потерю их жизни. Поэтому, когда они видят смены времен года, они говорят «Пора впадать в спячку, или пора лететь в теплые края». И это действительно интересно. Если вы просто потратите несколько минут на изучение этих животных, о которых здесь упоминается, вы обнаружите, что каждая из них подпадает под классификацию либо теплокровной, либо хладнокровной. Вам не кажется это интересным? Это означает, что этих теплокровных и хладнокровных зверей достаточно ума, чтобы знать, когда пора скрываться, прятаться. Но теплая Божья Церковь не знает времени суда Господня. Мы не знаем, когда нам пора искать наше укрытие. Посмотрите на слова Иисуса. Давайте закончим здесь словами Исаии. Исаия, глава 26. Исаия, глава 26. Исаия, 26 глава. Посмотрим сих 20. Я верю, что Бог обращается к нам через этого пророка. Он говорит здесь, подойди, народ мой, войди в покои твои и затвори двери за собою, спрячься, кельи твои, как бы на малое время, пока не пройдет негодование. Он говорит, народ мой, народ мой, пришло время прийти, прийти, войдите, войдите в покои, затворите за собою двери и безопасное место, пока не минует время гнева. Время гнева грядет. И Бог умоляет нас, говоря, что нам пора найти наше укрытие в комнатах. Когда вы говорите это слово комната, это означает самый внутренний отдел. Вы знаете, в какое самое сокровенное отделение Он умоляет нас войти, не так ли? И самое интересное, если Иисус через Своего слугу манит нас найти укромное место во внутренней, самой спокойной комнате, то это должно означать, что пока мы не нашли там своего укромного места, Бог не позвал нас туда, если бы мы уже находились там. Нам нужно перестать довоствоваться опытом внешнего двора. Пришло время войти в святое и святых и закрыть за собою дверь. Нам нужно принять окончательное решающее решение, что мы останемся в Иисусе Христе и не дадим врагу войти в нашу жизнь. Закройте двери, потому что Господь скоро выйдет из своего места, чтобы наказать жителей земли за их беззаконие. Это 21 стих. Друзья мои, мой призыв к вам. Когда вы стремитесь выполнять работу Господню, когда вы готовитесь к Его служению, покойтесь во Христе, укройтесь во Христе. У нас есть задача спасти мир. Мы должны предупредить его. Будем верны, ибо грядущий придет и не умедлит. Аминь. Отец Небесный, спасибо за Твое Слово, которое является светильником на Ге Моей и светом стезе Моей. Мы знаем, что Иисус скоро придет, и мы благодарим Тебя за то, что у нас есть первосвященник, который всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Столько соприкасается с чувствами наших немощей, кто понимает слабость нашего человеческого опыта, который дал нам безмерно великие и драгоценные обетования, чтобы через них мы могли стать причастниками Твоего Божественного естества, чтобы мы могли избежать разложения или растления, которые есть в этом мире. И не только для того, чтобы мы сами могли избежать этого, но и для того, чтобы, Господи, Ты мог использовать нас, чтобы призывать других смотреть и жить. И поэтому, пожалуйста, открой наши глаза, чтобы мы могли видеть. Открой наши сердца, чтобы верить и найти нашу радость в Твоей воле. И укрепи нас, Господь, чтобы стоять до того самого дня, когда мы увидим Иисуса. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.